Радиостанция Р-147 Рассмотрим ее поближе Сегодня у нас будет специальный выпуск бронежурнала для зануд или любителей закрепок Те, кто любит рассмотреть технику досконально со всех сторон Что у нас имеется? Подсумок Брезентовый Самый обычный Сзади у него лямки крепятся через металлические клепки Через эти же лямки можно пропустить ремень и соответственно наносить радиостанцию на ремне на боку Закрывается подсумок брезентовый такими же маленькими только кожаными ремешочками также пробитыми алюминиевыми если я не ошибаюсь заклепками через металлические стальные точнее прокладочки и стоит с этой стороны фурнитура фурнитура самая обыкновенная железная используемая еще чуть ли не с бронзового века открывается легко и просто еще интересного про ремни ремень у нас двухсоставной может быть разъединен разъединен за счет такого же замка фурнитуры как и на крышке подсумка вот так вот разделяется регулируется по высоте это очень важно сами понимаете человек который носит радиостанцию может быть разного роста соответственно он подгоняет подсумок под себя кроме того зимой радиостанцию рекомендуется носить под одеждой чтобы аккумулятор не замерзал и соответственно если он будет под одеждой ремешок будет чуть короче если над одеждой надо будет его отпустить чуть побольше что еще интересного у нас из ремешка ну хлястик специальный чтобы не болтался это свободный конец от ремешка есть еще очень интересно вот такой вот резиновый дополнительный хлястик на который крепится крепление батарей крепление антенны чтобы это крепление не слетало и не болталось не мешало тем самым бойцу нести свои служебные обязанности кожаный кстати хлястик точно так же через заклепку выполнен алюминиевую с железным кольцом и с той стороны тоже самое заводим ее в то состояние в котором она была радиостанция явно эксплуатировалась и попала в частный музей из эксплуатации поэтому следы эксплуатации прям везде ремешок такой блестящий коричневый по той простой причине что его начистили кремом обычным сапожным пропитали всякими пропитками чтобы он был гибкий потому что за время эксплуатации он высох и практически потерял гибкость что еще интересно в ремне есть штатные отверстия в штатные отверстия вводнуты специальные пластиковые такие вот штучки можно на них внимательнее посмотреть в принципе в этом нет ничего хитрого просто хомутик пластиковый с отверстием через который протащим провод провод это от Денка с одной стороны у антенки есть крепление для прикручивания его в гарнитуру у нас мы потом покажем на гарнитуре есть специальное крепление для этого а второй конец оснащен как бы так сказать самодельным кольцом проволочка просто загнута и закручена и пропаяна сверху оловом для того чтобы не царапаться не продырявить ничего плюс кольцо имеет такую форму не просто так через это кольцо можно закрепить гайкой дополнительные антенки и тем самым увеличить дальность радиосвязи очень полезная штука опять же подсумок носится на поясе лямка болтается через грудь и соответственно на груди крепится вот сюда гарнитура и к ней же прикручивается антенка тем самым отлиняя длину общую ну наверное про корпус хватит давайте посмотрим что у нас внутри подсумки бывали самые разные в разных исполнениях нам достался такой насколько я понимаю это достаточно поздний что здесь имеется маленький кармашек в нем валяется антенна прямая основной отсек где стоит блок радиостанции отсек для аккумулятора запасного и отсек для гармитуры вот такой вот хитрая точнее сказать не очень хитрая сумка с обратной стороны ремни крепятся не просто через металлическую гаечку и заклепку но еще проложены специальной такой ткани в отличие от наружной фурнитуры где все сделано из натуральной кожи это дермантин кожа молодого дермантина вот вы можете видеть на клапанах которые спереди установлены вот на тех клапанах которые держит ремень сзади внутри есть еще маленькое отделение на таком же стандартном ремешочке судя по инструкции в ней должны храниться специальная антенна более сложной формы для более лучшей радиостанции но у нас в ней почему-то лежит дополнительный переходничок который позволяет подключать внешний аккумулятор судя по тому как он сюда еле-еле заползает это явно не одно нештатное крепление еще под сумкой есть такая маленькая осечка отверстие отверстие через это отверстие можно пропускать кабель гарнитуры для удобства ношения и так откладываем под сумок он нам пока не понадобится переходим к самому блоку радиостанции корпус металлический оцинкованный практически целый с одной есть гайка которая держит внутри механизм и вторая гайка которая запечатана пластилином где стоит печать о том что ее не вскрывали не обслуживали вмятины на корпусе явно от эксплуатации вот такая радиостанция смотрим что у нее есть внутри отсек для батарейки та самая акция которая вставляется крышечкой чтобы влага не попадала крепление под гарнитуру через эту же гарнитуру у нас идет антенна там же управление тангентой крышечка грамотная через леску наверное леску аккуратно запечатано с проворачивающейся крышечкой да чтобы при откручивании в бою ее не потерять а чуть что можно было всегда обратно заклеить в этом плане в этом плане недоработка что крышка батарейки ничем не прикручена и чуть что ее можно потерять крышка оснащена резиночкой для защиты от попадания влаги и пыли ну и там внутри пружинка которая дополнительно придавливает аккумулятор на клеммы разъема тут же на всякий случай нарисован плюс и минус на контактах чтобы если что кто-то вдруг не перепутал куда что заходит при подключении непосредственно туда переключение каналов каналы 4 штуки переключалка самая обычная стандартная кто с техникой знаком советская прекрасно знает там болтик под мясовую отвертку которая прижимает ее непосредственно к самому переключателю для справки написаны частоты на каких каналах первый канал у нас написано 455 но там нету точки то есть частота у нас 45 с половиной мегагерц ну и остальные каналы пошли сбоку написано что это R147 а не что-то еще непонятное другое ну на этом собственно с корпусом все поехали к батарее штатный переходничок алюминиевый корпус по факту пустая баночка в которой два провода которые идут на клемму подключающиеся можно разобрать при помощи мисусовой отвертки в случае если провод вдруг оторвался его можно всегда заменить такой же как этот корпус использовался и сам штатный аккумулятор в него заполнялись 6 плоских батареек типа D125 если я не ошибаюсь которые как раз давали нужное напряжение для работы радиостанции эта крышечка у нас с отверстием точно так же прорезинена для того чтобы не попадала влага точно так же подпружинена чтобы контакт был лучше здесь резинка для обеспечения защиты от пыли и влаги что сразу стоит отметить неудобно в радиостанцию вставляются не совсем понятно как батарейки то есть ее надо она крутится она не круглая она круглая не квадратная как у обычной кроны соответственно чтобы ее вставить надо попасть в клеммы да еще и не перепутать клемму где плюс где минус тут конечно разъем клемм позволяет отличить и не ошибиться с полярностью но тем не менее не очень удобно ну и крышечка подпружиненная вставляем затягиваем вот как-то так у нас это дело все выглядит в сборе проводок заканчивается двумя контактами они тоже подписаны плюс минус чтобы не перепутать и они вставляются вот в такой футляр пластиковый футляр оснащен отверстиями в случае протекания батарейки грязи воды чтобы избавляться от мусора сбоку у него есть отверстие куда заводится кабель для подключения к батарейкам и сверху это все держится на обычной гаечке под минусовую отвертку отворачиваем вот такая штатная гаечка крышечка два контакта обозначены плюс минус тоже под минусовую отвертку то есть обслуживать радиостанцию без отвертки под рукой мягко говоря не очень удобно плюс минус посмотрели чтобы не перепутать поместили в нужные разъемы прикрутили тут два аккумулятора имеющих так сказать квадратную батарейку 4,5 которые напоминают на самом деле внутри там стоят три пальчиковых как бы мы сейчас наверное сказали аккумулятора цинковые которые собирают эту батарею из блок в 4,5 вольта если батарейка если аккумулятор соответственно 1,2 того 3,6 вольта 1,2 от них клеммы которые запитываются на эти же контакты разбираем все это хозяйство собираем заново сами понимаете какие возникают проблемы при попытке использования таких аккумуляторов они все таки маленькие емкость у них не очень большая обслуживать их неудобно чтобы зарядить все это хозяйство это надо разобрать зарядить потом ставить обратно зарядить после зарядки то есть не очень удобно сменные батарейки были бы конечно гораздо удобнее их использование где только их напасешься непонятно опять же вот эти два контакта можно использовать для чего угодно и мы можем подпитываться к любому аккумулятору который нам даст необходимое напряжение смотрим дальше наверное вот эту штуку мы выкрутим чтобы она нам не мешала потому что штатно все таки должно было использоваться на специальном аккумуляторе который назывался акция разъем тангенты у него есть ключик боковой вот здесь вот чтобы его нельзя было ставить другую какую-то сторону и соответственно промахнуться тем самым нарушив полярность контакта вставили закрутили еще вставили еще закрутили собственно делать часто это не приходилось после украдиостанцию привели в боевое действие она так и болталась итак гарнитура начнем с наушника наверное наушник прорезиненный от стандартного телефонного аппарата и микрофон собственно тоже стандартный его можно видеть где угодно единственное в чем его отличие от всего другого любого другого советского микрофона который использовался на стандартных гарнитурах это наличие вот этой обрезиненной штучки такой вот специальной прорезью зачем это надо в случае если боец одевает противогаз ему надо так сказать иметь средства связи напоминаем это 70-е годы еще сильно так сказать идея непосредственно ядерной войны и действия в условиях ядерного заражения соответственно под противогаз надевается наушник и головет крепится резиночкой резиночка регулируемая на металлических кольцах опять же радиостанции уже много-много лет резиночка как новенькая ну и резина самого наушника не разрушилась ничего все прекрасно работает и на этой же на этом же наушнике есть крепление металлическое оцинкованное для крепления антенны но это чуть позже дальше переходим к тангенте у тангента специальная кнопочка кнопка крепится на ремень от подсумка радиостанции или на униформу имеется кнопка вызова тональный вызов так называемый при ее нажатии раздается писк во всех наушниках то есть тем самым привлекая внимание всех слушателей ну и заодно передающий может проверить как идет передача и слышит он или не слышит сам себя кнопочка тангенты кнопка передачи для того чтобы что-то произнести мы ее нажимаем включается передатчик и голосом микрофон сообщается командой соответственно она у всех возносится есть крутилка имеющая четыре положения отключить влево максимально отключить право максимально вправо есть белая рисочка которая указывает в каком положении и включение один включение два кстати мы можем посмотреть да тут есть трещина глубокая через всю крутилку она собственно скоро уже развалится надо отдать обратно реставратору попросить все это аккуратно склеить и собрать опять же через гаечку под минусовую отвертку все разбираемое все обслуживание все чинится таген тангенту также попытались сделать водонепроницаемый шнур который заходит сюда обрезинен и затянут на корпус и обмотан ниточками для того лучшего держания сверху снизу одинаково кнопка там тоже под шарик сделан тоже для предотвращения попадания пыли грязи воды ну и сверху у нас есть крепление под гайку это та самая гайка которой крепится антенна давайте мы это продемонстрируем уже на второй антенне вторая антенна вот в таком чехле в таком исполнении кожаный хлястик который держится для предотвращения потери тоже на кусочки лески держит специальное крепление на котором размещена антенна антенна жестяная оцинкованная и еще сверху немножко покрашенная есть ушко то есть можно опять же сюда закрепить кабель и удлинить тем самым антенну и улучшить качество радиосвязи бобина пластиковая снимается может быть откинуто в сумку обратно чтобы не терялось антенна крепится на прищепке прищепку можно сами понимаете крепить к чему угодно или же гарнитуре на гарнитуре у нас как раз есть пластиковое ой пластиковое металлическое крепление куда можно прикрепить антенну как раз очень удобно на хоп и на голове боец бегает с антенной антенна тем самым поднимается выше над землей чем выше над землей тем лучше прием его качество приема и передачи обрезиненная поверхность чтобы бойцу не порезало ухо металлической поле лоской тут же есть болтик в данном случае у нас болтик удобный откручивается вручную не надо никакой отвертки ничего под него можно завести кабель который позволяет нарастить антенну и увеличить тем самым еще радиовечание вот такая вот прищепка казалось бы да самая обыкновенная даже механизм как обычно любых прищепок шнур у антенны точно так же обрезиненный и заведен под гаечку тут опять же не нужно никаких отверток для обслуживания тут все руками надеваем на тангенте на специальное крепление для антенны и затягиваем ничего хитрого ничего сложного справится любой боец собственно для этого здесь антенна не нужна то есть тот человек который пользуется он же ее обслуживает в случае замены аккумуляторов или чего другого это уже более сложная задача для этого есть свод связи который собственно этим и заняться штатный радист обслуживает аккумуляторы и все остальное откручиваем сейчас мы еще сразу продемонстрируем как оно крепится на подсумке и так напоминаю на подсумке у нас подсумок на поясе через грудь у нас проходит лямка ремня на рем лямки ремня как раз повыше установлено крепление для антенны сюда же крепится вот так вот аккуратненько гарнитура скручивается и пожалуйста руку на грудь подняли тангенту нажали передача пошла надо отпустили тут же управлять включить выключить для экономии заряда и того подобного еще еще стоит рассказать о загадке которую мы задали в нашем более коротком ролике для чего вот этот бейтчик выглядит он как современный бейтчик металлическая пластинка железная оцинкованная с одной стороны покрашенная с другой с нет с ушком и двумя английскими булавками зачем все надо булавки крепятся на униформу на одежду на шапку куда удобно и у вас получается на одежде специальная площадочка к этой площадочке вы можете прикрепить антенну точно так же как на гарнитуру которая крепится к голове и таскать отдел на одежде на подсумке на рюкзаке где удобно искать такую вот антенну оп отцепляем ну собственно наверное на этом все рассказали мы во всех подробностях и деталей посмотрели покрутили в руках все потрогали постараемся сделать еще обзоры на подобные потому что многим недостаточно коротких роликов они хотят подробностей чтобы посмотреть как устроено было все до каждой заклепки для этих товарищей мы собственно и записываем подобные лекции пробный формат пишите понравилось не понравилось актуально или не актуально подобные ролики или же мы останемся в старом формате коротких видео просто обзоров чтобы все имели представление о том что это было и как это было на этом все спасибо за внимание аминь Продолжение следует...